ВЕКТОР УСПЕХА Для начала оценим инфляцию. Реальную, какая она есть на самом деле. И как мы это сделаем? Да очень просто. Вспомним, что на дворе масленица и посмотрим на стол. А там горячие, с пылу с жару, такие прекрасные, вкусные праздничные блины. Эх, конечно, это очень вкусно, но наша задача оценить, во что это удовольствие нам с вами обойдется. Итак, для приготовления одного килограмма блинов петербуржец должен оставить в магазине 112 рублей. Столько насчитал не я, а Росстат, и получается, что цены с прошлого года выросли примерно на 5%, что в целом укладывается в официальную инфляцию. Но вообще-то по логике должно быть гораздо больше, ведь в блины входит сахар, подсолнечное масло, цены на которые пришлось замораживать, прилично подорожавшие яйца, а получается всего 5%. Как же? Все объяснение молоке. По Росстату за прошлый год оно подешевело больше, чем на 4%, а по рецепту Росстата именно молоко составляет половину стоимости блина. Ну и второе объяснение. В Петербурге работают крупные торговые сети, они продают 80% продуктов питания и вполне могут себе позволить сдерживать цены. Провести переговоры с торговой сетью и изменить цены, даже в условиях, когда производитель и поставщик это хочет, это достаточно инертный процесс, который может занимать недели, иногда месяцы. В Петербурге в данном случае ритейл, выступая в роли такого буфера между производителями и поставщиками, которые хотят повышать цены, и потребителями, занимает позицию потребителей, и сдерживая желание производителей и поставщиков пересматривать и увеличивать, соответственно, цены с начала года. Кстати, по тому же Росстату в России, в отличие от Петербурга, блинная инфляция составила не 5%, а все 10%. Правда, точка отсчета тоже другая. В прошлом году среднему россиянину продукты на килограмм блинчиков обходились 87,5 рублей, и теперь они тянут на 97, а петербуржец средний уже год назад оставлял в магазине 106 рублей, и теперь они превратились в те самые 112. Ну, возможность сэкономить, конечно, остается, и даже не только на качестве продуктов. Можно, например, взять сковородку меньшего диаметра или сделать блин тоньше, но для этого нужно мастерство, иначе не только первый блин выйдет комом, а все 112 рублей пойдут в корзину. Модная нынче цифровая коммуналка Клабхаус уже приютила до 400 тысяч плотно опутанных соцсетями, но заскучавших по вербальному общению россиян. У старших братьев Инстаграм, Ютуб и ТикТок оборот рекламы миллиарды и миллиарды долларов, а годовой заработок российских инфлюенсеров на этих площадках доходит до нескольких миллионов и тоже не рублей. Какие доходы обещает Клабхаус? Наш корреспондент Дмитрий Тарасов разбирался в этом хаусе, а для этого пробрался в самые закрытые комнаты и узнал, сколько платят, иногда просто за абсолютное молчание. Первый вариант заработать – продажа приглашений в комнату. В Клабхаусе их называют инвайтами. И многим их не хватает. За регистрацию вам дарят два дополнительные, может вам прислать друг. Еще инвайты можно заработать. Модерацией чужих комнат или созданием своих. Излишки можно продать. Либо в других соцсетях, либо на досках бесплатных объявлений. Покупают в основном новички, либо те, кому нужна проходка на закрытое мероприятие. На самом деле цены доходят до смешного. То есть это от 200 рублей до 50 тысяч. И люди это покупают. В Клабхаусе есть открытые комнаты и закрытые комнаты. Как раз таки в закрытые комнаты очень сложно попасть. То есть, например, какой-нибудь коуч создает эту закрытую комнату, которая делает вход в нее платный. Этот платный вход может составлять сумму вообще. Она валируется от тысячи, например, до вообще какой-то невоснословной суммы. Честно, заработать на инвайтах солидную сумму будет сложно. Особенно на первых порах. А вот покупателям нужно держать ухо востро. Продажей приглашений уже заинтересовались мошенники. Способ второй. Модерация. В каждой комнате есть человек, который управляет беседой. Крупные компании, которые зашли в Клабхаус, отдают предпочтение знаменитым блогерам. Больше всех берет Варламов. 900 тысяч рублей за модерацию и полмиллиона за молчаливое присутствие. Остальные чуть скромнее в своих запросах. В целом модераторы нужны всем. Кстати, может каждый, а особых навыков, кроме умения общаться, не нужно. Можно зарабатывать от 5 до 25 тысяч за сессию. Неплохо. Но сначала нужно нарастить собственную аудиторию. Я бы начал с правильного оформления биографии. Как советуют все в Клабхаусе при первом входе. А дальше начал бы попадать в те комнаты, где может найтись аудитория, с которой есть о чем пообщаться. И неважно, это книги, шахматы или порноиндустрия. Там бы я общался и накапливал первую тысячу подписчиков, которые вы с умением говорить наберете довольно-таки быстро. После этого я бы начал строить свои собственные эфиры. И делал бы их так, чтобы они не попадали на мастодонтов. Крупные, которые привлекают максимум аудитории. Искал бы свое свободное время. Как только у вас будет 5-10 тысяч, можете смело заедать себя как модератора и найдутся те, кто вас позовет к себе. С такой аудиторией можно и собственную комнату открывать. И тут появляются другие возможности. Нативная реклама. Например, в беседе как-то случайно упомянуть название какой-либо марки или рассказать о достоинствах продукта. Не бесплатно, разумеется. Такие практики эксперты уже наблюдают. Также говорят, что у компании появляются отдельные бюджеты на продвижение в Клабхаус. В общем, эксперты советуют не терять времени и начинать пробовать, пока еще есть свободные ниши. Например, у меня сейчас 23 подписчика. Это я еще ничего не делал. Просто правильно молчал. Глядишь, скоро и мне начнут за это платить. Но для этого мне придется посетить еще немало комнат и завести несколько сотен тысяч друзей. И дальше острая тема. Хочешь потерять друга, дай ему взаймы. Можете не соглашаться, но мой личный опыт, скажем, эту народную мудрость полностью подтверждает. Последние десятилетия остроту проблемы снизило потребительское кредитование. Конечно, снизило. Но сейчас мы оказались чуть ниже к 90-м. В прошлом году россияне стали чаще одалживать деньги и обращаться не в банки, а к знакомым и родственникам. Сердобольные у нас не перевелись. Опрос портала Суперджо показал, что одолжить коллеги до зарплаты готов примерно каждый десятый. А средняя сумма, с которой респонденты согласны на время расстаться – 5800. Впрочем, старому другу можно верить в два раза больше, а родственнику – в три раза. Готовность прийти на выручку растет с возрастом. Если обратиться к тому, кто старше 45, шансы перехватить до получки вырастают. Женщины к семейному и своему бюджету рачительнее относятся, и поэтому мужчины одалживают полтора раза чаще. Это статистика. Все это, конечно, здорово. Но что делать, если долг не возвращают? И вот главный совет – не надо стесняться. Заметили? Те, кто просит деньги, обычно не стесняются. Иногда полезно, прежде чем дать в долг, поинтересоваться у окружающих, ну или там у этого конкретного человека, задать прямые вопросы, как часто у тебя это бывает, а возвращаешь ли ты обычно вовремя долги. При этом это можно сделать в несколько полушутливой форме, но, тем не менее, это даст человеку понимание, что вы внимательны к деталям и будете отстаивать свои интересы. Безусловно, каждый решает сам, и бывает очень неудобно. Даже стыдно отказать. Я совсем не агитирую, жалеть деньги и не идти на выручку. Но, чтобы избежать проблем, нужно всегда включать голову. Вот распространенный пример. Кто-то, скажем, из ваших бывших одноклассников, которого вы не видели лет 20, просит стать поручителем по кредиту. Убедительно объясняет, вы ничем не рискуете, у него стабильный доход, и проблема только в том, что, в отличие от вас, зарплата не белая, и под нее в банке деньги не дают. И вот здесь стоит все-таки вспомнить, что если он перестанет платить, по любым причинам банкиры придут именно к вам. И не тот ли это случай, когда так называемые пять минут позора сберегут ваши нервы и деньги? Покупка в интернете, вот уж спасибо пандемии, окончательно перестала быть экзотикой. И даже такой консерватор, как я, признаю, удобно заказывать всякие мелочи, а не мотаться в поисках по городу, и теперь регулярно вношу свою лепту в онлайн-торговлю. И в прошлом году я вместе с остальными россиянами заказал в интернете товаров на 3 триллиона 200 миллиардов рублей, в полтора с лишним раза больше, чем годом ранее. Хотя и до этого рынок прибавлял тоже неплохие 20-30% в год. Пункты выдачи ломятся от посылок. Ритейлеры открывают новые и новые точки. Увадерис, например, в число выросло сразу в 14 раз. И моя коллега Мирена Иконникова уже привыкла все проверять на себе, и в этот раз примерила униформу оператора по выдаче заказов, чтобы узнать, сколько же платят за этот тяжелый труд. Обычно я хожу в пункты выдачи заказов как клиент, но сегодня иду туда на стажировку. Если честно, мне кажется, работа, ну, очень скучная. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Сейчас проверим. Здравствуйте, а я на работу. Здравствуйте, очень приятно. Проходите, пожалуйста, к нам на схват. Разобраться в многочисленных посылках новичку здесь помогает афавитный порядок. За каждой полкой закрепляются буквы. И если фамилия заказчика на А, или, скажем, на И, как у меня, уже понятно, куда за ней направляться. Это я, это правда я? Это вы? Да, я заказывала на ваш пункт выдачи. Случайно обнаружила. До выдачи нужно проверить номер заказа. Это главное правило оператора, поскольку часто встречаются однофамильцы. Если получит товар не тот из них, кто оплачивал, сотрудник сам исправляет ошибку и возмещает финансовые потери. В данном случае придется оператору позвонить этому клиенту, извиниться перед ним очень-очень сильно и сказать, что вы знаете, мы вам выдали не тот заказ, не могли бы вы подойти, или, может быть, нам самостоятельно к вам подъехать. Бывает и такое. А что делать, если попался такой человек, который не хочет возвращать очень там приятный товар ему далее? Возникает случай материальной ответственности оператора. То есть я должна заказать еще один такой же? Ну, тут как вы договоритесь с пострадавшей стороной. Да, с пострадавшей стороной. Либо она это захочет деньгами, либо мы закажем повторный заказ. В день в этот пункт выдачи приходит около 200 человек. При общении требуется сохранять анонимность клиента, то есть не называть его фамилию ЦУК. И ни в коем случае не торопить. Если заказчик останется доволен, то, возможно, сделает еще один заказ. Или больше. А при выполнении плана выписываются премии. У нас есть такое негласное правило, что, в принципе, норма выдачи – это 150 посылок. Все, что… Да. И за это получает человек установленный, так называемый, оклад за стоимость смены. Если у нас выдач больше, и при этом не происходит никаких жалоб со стороны клиентов, и не возникает случаи материальной ответственности, безусловно, мы премируем сотрудников. Когда людей нет и срочных задач нет, тоже оператор может и отдохнуть. Но обратите внимание, за вами следят. Поэтому сделать что-нибудь этакое вряд ли получится. Я вот книжку почитаю. Средняя зарплата – 30 тысяч рублей. Каких-то корпоративных плюшек, к сожалению, нет. Ни тебе скидок, ни бесплатных обедов. Фух. Ну что-что, а скучно мне сегодня точно не было. Работа стрессовая, многозадачная. Хотя, и надо признаться, довольно простая. Поэтому я бы ее рекомендовала, например, начинающим специалистам, а также тем, кто хочет открыть свой пункт выдачи. Я же забрала свои посылки и даже ходить никуда не пришлось. Милена Иконикова, Юрий Соколовский, Филипп Лайшев. Телеканал Санкт-Петербург. И еще несколько новостей, на которые мы в редакции обратили внимание. Роскошный вариант карантина предлагают Таиланде, где доходы от туризма упали на 83%. Иностранцы, пребывающие на Пхукет, могут провести две недели самоизоляции в морском путешествии на яхте. Правда, если вас укачивает, поездка неизбежно превратится в ад, а остальным ощущение жизни лакшери испортит GPS-браслет, который придется носить постоянно. Он будет отслеживать температуру и определять местонахождение носителя. Бывшая жена самого богатого человека планеты Джеффа Безоса, Маккензи Скотт, вышла замуж за простого школьного учителя. Форбс оценивает состояние невесты. 53 миллиарда долларов – это самая богатая женщина из ныне живущих. Большую часть своего состояния Маккензи намерена направить на благотворительность, и новоиспеченный жених своей клятвью алтаря обещал суженой помочь справиться с непростой задачей потратить столь астрономическую сумму. И на этом у меня все. Это была программа «Вектор успеха». Если вы нас смотрите, значит, это и ваш «Вектор». Пусть успех нам всем сопутствует. Всего самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok